В эфире новости мы продолжаем. Сроки строительства сразу нескольких детских садов под угрозой срыва. В этом году в Красноярске должны быть введены в эксплуатацию 7 дошкольных учреждений. Но в Горсовете уверены, что часть из них вообще не успеют построить к сроку. На месте будущих садиков еще красуются другие постройки. Кроме того, вызывают вопросы и сами участки, выбранные чиновниками для дошкольных учреждений. К некоторым нет даже дорог. Тему продолжит Наталья Истомина. По идее садик уже должен строиться. А его нет. Мы опять будем гнать и в результате получим тот же бардак. Строительный сезон в разгаре, а возведение детских садов в Красноярске опять затягивается. Большинство участков, куда сегодня приехали депутаты, к работам не готовы. На некоторых даже еще самовольные постройки, кафе, павильоны, а где-то и старые погребожители. Все это еще предстоит снести. Уйдет, наверное, минимум месяц скандалов, разборок милиции. И только после этого можно будет приступать к какой-либо работе. Сегодня апрель месяц. 1 декабря. Я очень сомневаюсь, что детский садик здесь будет. К концу года в Красноярске планируется построить 7 детских садов. Но опасения у депутатов не вызывают всего лишь 3. У остальных еще гора нерешенных проблем. Нет госэкспертизы, нет техусловий, не объявлены аукционы. А чиновники, как всегда, рапортуют. Все это рабочая ситуация. Риск есть, риск есть всегда. Но ответственности никто же не снимал. Мы планируем построить и ввести в этом году эти сады. Множество вопросов вызывают и сами площадки, которые чиновники выбрали для будущих детсадов. Некоторые из них на пустырях, по которым проехать нельзя не то что пройти. Сейчас мы находимся как раз на одном из таких участков, недалеко от улицы Тимошенкова. Здесь нет нормальных дорог, здесь нет лестниц. Хотя вот посмотрите, какой бугристый рельеф. И самое интересное, буквально в нескольких метрах, вон там на возвышении, находится старое кладбище. Ну что тут скажешь. Отличное место выбрали чиновники для строительства детского сада. У депутатов сегодня сложилось мнение, что в мэрии выбирали площадки для будущих садиков для галочки, лишь бы выполнить поставленную задачу. В администрации отсутствует вообще согласованность между различными департаментами, градостроительством, образованием, администрациями районов. Отсутствует какое-то грамотное планирование на год-два. Поэтому мы получаем садик в чистом поле, без дороги, без лестницы. Теперь чиновникам предстоит экстренно проектировать здесь и дороги, и лестницы. Но успеет ли их сделать к открытию детского садика – большой вопрос. Наталья Истомина, Сергей Раков, 7 канал Новости.